Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Тема сегодняшнего ролика — голубцы в виноградных листьях. Да-да, тем самым, который вы знаете под наименованием «долма». Как вы прекрасно понимаете, идея завернуть какую-нибудь еду в другую не могла прийти в голову кому-то одному, но она лежит на поверхности. Да вообще, вам дать что-нибудь плоское, вы тут же начинаете в него что-то съедобное заворачивать. Вот сидит такой древний армянин, лаваши себе печет. Только отвернулся, поворачивается, глядь, нет лавашей. А кто-то уже мясо с овощами в них заворачивает, шавух крутит. Детский огородок очан капусту притащил, листьев надрал, чтобы свои колени старческие адритные подлечить. Только отвернулся, трубочку набить, глядь, нет листьев, бабку уже голубцы заворачивает. Какой-то древний китаец быстренько тесто на кусочки разорвал, шарики скрутил, раскатал быстро лепешки. Ну, как китайцы-то умеют. Только отвернулся себе чайку налить, поворачивается, глядь, нет лепешек, а какая-то рядом древняя китаянка последний демсан доедает. Да и вам дай стопку блинов, поставь рядом сметаны, меда, варенье. Отвернись, вы тут же начнете мясо с рисом в них заворачивать. Не мудрено, что и виноградные листья тоже постоянно все что-то заворачивают. И, естественно, каждый увидит, что уж он-то готовит что-то в виноградных листьях вкуснее, чем все остальные. Но я не каждый и не считаю, что какое-то блюдо я готовлю лучше всех. Нет, я обожаю попробовать что-то новенькое или старенькое в новом исполнении. И как-то раз у знакомых армян на празднике я попробовал долму. Сказать, что я был потрясен, это значит не сказать вообще ничего. У нее был настолько насыщенный, настолько концентрированный вкус, я тут же начал пытать, собственно говоря, хозяйку. В чем секрет, в чем суть? Сейчас покажу. Итак, нам понадобится баранина, сало ложечное, лук, рис, зелень, укроп, кинза, сухая мята, зира, черный перец и тот самый секретный ингредиент. Гранат. Именно гранат дал ту самую яркость вкуса, тот самый концентрат вкуса мяса, я бы сказал, в долме. Я совершенно точно в этом уверен, потому что до того момента, как я попробовал ту долму, я готовил сам долму точно так же, но без граната. Лук надо нарубить мелким кубиком. Совсем мельчить смысла нет, так как я его сейчас обжаривать буду, но и очень крупно, тоже не стоит нарезать. Зачем нам луковые выпухи в фарше? Отправлю его обжариваться на растительном масле. Нужно, чтобы он слегка зарумянился. Чай-сока, конечно, потеряется, выбрится, но зато он приобретет такую сладость карамельную. Мясо надо срезать и подготовить его для мясорубки. Пленки тоже срезаю, но не выбрасываю и кость, и фасции понадобятся для бульона. Особенно стараться с срезанием всех пленок не стоит. Долматом свариться будет минут сорок, а перемолотые, а потом еще и вареные в течение сорока минут фасции прекрасно размякнут, наберут в себя влаги, и фарш станет очень вкусным. Нет, толстый, конечно, лучше срезать. Косточку и обжарь отправлю в кастрюлю, и пусть уже бульон варится. Можно, конечно, долбой в воде варить, но что добро пропадать. Сало нарежу ножом, мелким кубиком. Я его подморозил предварительно. Через мясорубку не стоит его пропускать, если только у вас не очень хорошая мясорубка с острыми ножами, которые именно рубят, а не давят. Дело в том, что если сало перемолоть, то оно будет очень мелкой фракцией, и при длительной вот этой варке жир растопится, и львиная его доля всплывет на поверхность. То есть, долма этот жир, этот сок потеряет. А если мелко нарубить, такими кубиками не мешать, то большая часть жира останется внутри этих кубиков, и, соответственно, окажется внутри долмы, и она будет значительно более сочная. Ладно, надо фаршем заняться. Фарш и готов, теперь нужно намешать в него всякого. Сначала нарубить зелень. Добавить промытый рис, круглый обязательно. Так, что тут с луком? С луком отлично, можно отправлять его к фаршу. Зелень сюда, мяту, жиру растереть в ступки. И фарш. Черный перец. Соль. И гранат. Тут очень важно выбирать, во-первых, гранат с ярким вкусом, такой, знаете, кисло-сладкий. А во-вторых, лучше без косточек. Ну, не то, что такой, совсем без косточек, просто есть сорта, в которых косточки очень маленькие и такие мягкие. Вот такой и нужен. Теоретически можно, наверное, вместо зерен граната и сок гранатового просто фарш плеснуть. Но, как вы понимаете, при варке этот сок частично долма выпустит наружу. А если в зернах, то далеко не все зерна при варке полопаются, и значит, и сок останется внутри. Впрочем, если не найдете граната без зерен, можно и просто сок плеснуть. Но не больше десяти процентов от веса мяса и сала. Так, ну, вроде все. А, куркуму забыл добавить. Понадобится примерно чайная ложка на килограмм фарша. И перемешать как следует. Собственно, можно начинать заворачивать. Я купил эти листья в магазине, а в России покупал на рынке. В принципе, можно и свежие использовать, но тогда их нужно бланшировать несколько минут в подсоленном кипятке. Процесс сворачивания долмы длителен и неинтересен. Да, еще момент. У листа есть внешняя сторона, блестящая. Вот такая вот. И матовая, обратная. Вот мне больше нравится сворачивать долму так, чтобы сама по себе долму была блестящей стороной наружу. Мне кажется, так она будет более симпатичная. Вот такая вот красотка. А складывать свернутые нужно в кастрюлю. На дно положу тарелку, чтобы ничего не пригорело. И на нее долму. И в таком духе, пока фарш не кончится. Муторное дело, я вам доложу. Сверху перекрою листьями. Это чтобы накипь, которая обязательно поднимется, не пачкал долмушки. И залью сваренным бульоном. Заливать надо так, чтобы бульон уже показался, но верхний слой не перекрывал. Все. Под крышкой оставляю на плите. Дождусь закипания. И после закипания варю 35-40 минут при слабом кипении. Ждем. 40 минут прошло, но долма еще не готова. Надо ей дать остыть прямо вот в этом бульоне градусов до 50 под крышкой. Не спешите. Тем более, нам нужно еще и соус приготовить. Соус, конечно, громко сказано. Чеснок рубить мелко. И смешать с каким-нибудь кисломолочным продуктом. Это может быть мацони, может быть густой кефир, может быть несладкий йогурт. Короче, выбирайте на свой вкус. И немного присолить. Все. Пусть настаивается. Пусть чеснок отдает свой аромат, а долма остывает. Ждем. Пора приступать к пробе. Смотрите, что произошло в кастрюле. Долма опять выбрала в себя тот сок, который при варке выделяла. Надо аккуратно переложить ее на блюдо. Желательно при этом не обляпаться. Вот так. Красота. Сочные, блестящие домушки. Да с соусом. Красотень. Просто красотень. Начинка. Чудовищно сочная. Яркая. Очень богатая вкусами и ароматами на трав, приправ. Даже сложно понять, что там превалирует, на чем. Просто какое-то бомбическое блюдо. Короче, это нужно делать обязательно с гранатом. Просто сказка. Естественно, поедать, конечно, с таким соусом. Чудесное блюдо. Я уверен, что существует еще миллион, наверное, разновидностей не менее вкусных. Но, на мой вкус, среди всех разновидностей, которые я пробовал, вот этот вариант самый классный. Так что готовьте, наслаждайтесь и не благодарите. Традиционное спасибо спонсору Самури за предоставленные ножи. Напоминаю, что если вы соберетесь приобретать ножики, то по промокоду фреска вы получите скидку. Это особенно приятно. Конкретно вот этот вот из ВГ-10. Очень твердая сталь. И заточить на каком-нибудь обычном камушке не получится. Обязательно нужен водник. По крайней мере, там тысяча грид. Имейте это в виду. Спасибо всем, кто ставит лайки, кто ставит дизлайки, кто делает репосты. Отдельно огромное спасибо за компанию. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!